Пишу от души. Именно так отозвался о своей экспозиции автор Иван Короленко. И действительно, все картины, иначе как душевными, не назовешь. Светлые, лучистые изнутри, они как будто заряжают положительной энергией. Под одной крышей, небом синим, автор объединил натюрморты с полевыми цветами и ароматными фруктами, детей, примеряющих папину фражку, мамины туфли, зеленые луга и поля родного края. Особого внимания заслуживает тема православия в картинах художника. Меня лично затронуло в работах, главное, наверное, поиск духовности. Не случайно он обращается к сюжетам с батюшкой, когда батюшка с детьми общается. Посмотрите, какие пронзительные глаза, какие чистые, какие внушающие добрые мысли. В жизни Ивана Короленко всегда было место живописи. Он из тех авторов, которые кисти из рук не выпускают. Он вспомнил о звании Ивана Ивановича в его профессиональной карьере. Моряк-подводник, капитан третьего ранга. Казалось бы, когда и где можно было рисовать, будучи в море на атомном подводном крейсере? Однако Иван Иванович своим примером показал, возможно, все. После окончания средней школы поступил в высшее военно-морское красознаменное училище, именитировав в городе Баку. Успешно его окончил в 85-м. Пошел служить на Техиканский флот, на атомный подводно-ракетный крейсер. Здесь на выставке есть. Закончил службу в звании капитана третьего ранга. А живопись моя, она всегда была со мной. То есть я с детства был, любил это дело, но просто, что не пошел в художественный вуз, а пошел в военно-морское. Ну, это судьба. В семье Ивана Короленко дочь Екатерина – самый строгий критик. Она наблюдала за этапами творчества отца, развитием его таланта и сегодня признается. Несмотря на то, что некоторые работы она так и не смогла до конца понять и принять, в целом экспозиция получилась и достойна внимания. Развитие его видно, особенно мне очень нравятся его натюрморты, пейзажи. Я считаю, что это его, можно сказать, конек, ему это очень удается. Многие работы действительно очень достойные. Ну и в целом, конечно, он старается затронуть очень много различных направлений, но это и видно по выставке. Посетить выставку «Под небом синим» и познакомиться с творчеством ганцевического художника может любой желающий до 8 августа в выставочном зале на улице Советской.